Ассасин Скрит 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 Восточный колорит, огромные мечети, женщины, закрывающие каждую пять своего тела от любопытных взглядов окружающих, торговцы, таскающие на головах необъятные подносы со сластями. В общем, все атрибуты восточного города присутствуют. Интересно реализована и архитектурная часть проекта. Дело в том, что Константинополь – это город, который стоит на нескольких холмах, так что нам постоянно приходится то подниматься вверх по бесконечным каменным лестницам, то кубарем нестись вниз, каждый раз прикидывая, на каком уровне находится искомый нами объект или человек. И вот тут возникает первая и самая серьезная проблема восприятия данного мира. Дело в том, что помимо наносной шелухи, сам по себе город не сильно отличается от того, что мы видели в предыдущих частях. Точнее, Константинополь живет под тем же законом, что и Рим, и из Бразерху. В каждом квартале есть свои магазины, кругом бродят стражи, охраняющие покой граждан. На небольших площадях выступают ораторы, которые за небольшую взятку всегда с радостью согласятся на время забыть о подвигах Эцу и перестать стращать толпу. Нищие стайки гоняются за вами, выпрашивая монету, то тут, то там можно найти слоняющихся без дела наемников, готовых за скромное возрождение биться до потери пульса на вашей стороне. В людных местах по-прежнему можно найти повозки с сеном или заросли ярко-белых цветов, в которых так приятно прятаться от стражников, рыщущих в поисках наглого ассасина. В сухом остатке получилось следующее. Внешний город изменился, а внутренний остался нетронутым. Так что какой-то оригинальности здесь речи не идет. С таким же успехом мы могли бы остаться и в Риме. А вот что в корне изменилось, так это контроль территории. Теперь мы ведем непрерывную войну с тамплиерами не только за районы Константинополя, но и за целые города. Правда, посещать последние нам не доведется. Всю грязную работу будут выполнять ассасины из нашего ордена. Мы же только должны отдать приказ, в какой город отправиться и какое задание выполнить. Чем сложнее миссия, тем больше денег и очков опыта вы получите. И тем слабее станет влияние тамплиеров в регионе. Постепенно ваши подопечные будут развиваться, расти в уровне и мастерстве. И так, шаг за шагом, вы должны будете не только создать армию профессиональных наемников, но и отвоевать себе большую часть континента. Защищать придется и свою собственность на территории города. Для этого авторы ввели в игру новый режим – защита квартала. Фактически это своеобразная вариация на классическую головоломку в жанре Tower Defense. Мы выстраиваем заграждения, выставляем караульные посты и оккупируем близлежащие крыши. Затем тамплиеры начинают нападать на нас одна волна за другой. Мы же должны отразить их атаку. В целом нововведение не вызвало у нас никаких отрицательных эмоций. Положительных, признаться, не вызвало тоже. Ведь если авторы хотели ввести в игру в том или ином виде Tower Defense, то могли бы уже сделать что-то более оригинальное, а не тупо ставить галочку в соответствующий пункт рекламного текста. Такие же эмоции вызвала у нас и новая фракция цыган, которая пришла на замену хохотушкам-куртизанкам. Фактически они выполняют ту же роль, что и их предшественники. Помогают герою незамеченным проходить через контрольно-пропускные пункты и отвлекать охранников. С этим цыгане справляются замечательно. Нужна ли была эта фракция игре? Наверное, с точки зрения сюжета, да, нужна. Но это скорее декоративное изменение. А вот экономическая модель серьезно шагнула вперед. В новинке, помимо банков и лавок, торгующих всякой всячиной, мы можем приобретать исторические здания. Они перейдут под наш контроль и начнут приносить деньги. Благо, потратить их здесь есть на что. Помимо традиционных аптечек, оружия и брони, мы можем прикупить несколько книг, усиливающих позиции ассасинов в городе или затариться разнообразными бомбами. Хотя, вы ведь в курсе уже, что бомбы мы можем делать и сами. Благо, ничего трудного в этом нет. Выбираем контейнер, вид взрывного вещества и начинку. Вуаля, все готово. Всего существует три вида бомб. Летальная, тактическая и диверсионная. Название первых говорит само за себя. Мы просто кидаем в толпу врагов заряд и смотрим, как они быстро, ну, либо медленно погибают. Тактическая бомба позволяет нам выиграть время и отвлечь врагов. Пока они будут разбираться, что же там взорвалось, мы сможем проникнуть туда, куда нам надо. Диверсионная же бомба не только отвлекает неприятелей, но и позволяет нам быстро и без лишней шумихи обезвредить их. Вообще, авторы всеми силами пытаются приучить нас как можно чаще использовать заряды. Даже создали ряд миссий, которые полностью заточены под бомбовое прохождение. Правда, я не совсем понимаю, какое это отношение имеет к ассасинам. Ведь теперь незаметно расправиться с группой врагов стало раз в десять проще. Короче, можно из принципа не пользоваться зарядами, но какой тогда смысл было их вводить в таком количестве? Следующим шагом по упрощению нашей жизни стал знаменитый крюк-нож. Это не только отличное оружие, но и прекрасное приспособление для альпинистов. Теперь мы можем быстро и без всяких проблем забраться на любую, даже самую неприступную башню. Более того, если раньше нам приходилось ползать по башне или вдоль крепостной стены, обдумывая каждый шаг, то теперь все заметно упростилось. Мы, фактически зажав две клавиши, на геймпаде можем покорить стену любой высоты и сложности за считанные секунды. Для чего было идти на столь серьезное упрощение паркурной составляющей, лично мне не очень понятно. А вот сами бои мало изменились. Мы либо подкрадываемся к врагу и бесшумно его убиваем, либо достаем меч, шпагу, топор и начинаем уроки фехтования. Пару новых приемов внесли некое разнообразие, но, признаться, мы искренне благодарны авторам за то, что они не стали выдумывать велосипед заново. Все-таки в Бразерхуд была отличная боевая система, и то, что она досталась по наследству третьей части проекта, ничуть не умаляет ее достоинств. Под конец традиционно поговорим о мультиплеере. В Revelations многопользовательский режим работает по тем же законам, что и в предыдущей части. То есть суть командных баталий осталась неизменной. Мы охотимся на других игроков, они охотятся на нас. Кто есть кто, непонятно. Кругом бегает куча управляемых искусственным интеллектом персонажей. Тактик здесь куча. Одни затаиваются в тени и поджидают нужного им игрока. Другие носятся, как угорелые по всей карте, и пытаются взять пусть не умом, так скоростью. Третьи стараются забиться в темный угол и выползают из него исключительно для того, чтобы совершить одно-два убийства. За все результативные действия мы получаем опыт и специальные очки, на которые можем приобрести новые приемы и способности. Но обо всем этом вы уже знаете, если видели предыдущую часть проекта. А вот что нас по-настоящему удивило, так это тот факт, что сюжет проник даже сюда, в многопользовательскую составляющую. Мы играем роль тамплиеров, которые проходят усиленный курс по подготовке к охоте на ассасинов. И вот руководство компании Абстерго считает, что отличникам нужно регулярно выдавать доступ к секретным историческим материалам. Из них вы сможете почерпнуть немало нового и узнаете о том, как на древний конфликт между ассасинами и тамплиерами смотрят последние, захватывающие щтиво. Сразу видно, что разработчики мечтали поскорее закончить работу над Assassin's Creed Revelations и приступить наконец-таки к созданию полноценной третьей части. Вообще, создается такое ощущение, что Revelations они клепали исключительно для того, чтобы закрыть все сюжетные бреши, а вовсе не для того, чтобы подарить нам что-то новое и оригинальное. Но, как это часто говорят об одаренных людях, талант не купишь, не пропьешь. Авторы смогли в итоге выдать игру приличного качества, не фееричную, не такую запоминающуюся, как в предыдущей части, но все равно заслуживающую самого пристального внимания. По крайней мере, со стороны фанатов сериала. Ждем с нетерпением третью часть. Надеюсь, там уж разработчики оторвутся по полной и дадут волю своей фантазии, а то в последнее время от сплошного самокопирования становится немного тошно. Удачи и до встречи на Playground.ru! Субтитры создавал DimaTorzok